Всем привет! С вами по-прежнему Оксана Костина и в этом видеоролике мы поговорим, нужно ли ставить дедлайны при выполнении тех или иных задач. Итак, давайте прежде чем разъяснять, зачем нам нужен дедлайн при выполнении тех или иных задач, давайте мы сейчас погрузимся в маленькую, скажем так, предысторию. Дедлайн, если переводить с английского языка на русский, означает «мёртвая линия». Мне стало интересно, почему именно так она переводится, и я немножко загуглила. И узнала такую предысторию, что дедлайн – это действительно мёртвая линия, которая была ограничена вокруг тюрьмы, и когда подопечный тюрьмы выходил через эту линию, то он становился пушечной мишенью, то есть его запросто могли без предупреждения убить. Но, в принципе, если возвратиться сейчас обратно к нам, к русскому, значение данного слова – дедлайн – это ограничение во времени. Это нужно сделать ту или иную задачу, но в ограниченном времени, в ограниченном сроке. Хотя, в принципе, если рассуждать и так, и так, то само значение данного слова – что то, что это. Мы также боимся, как же и те самые заключённые, которые боялись перейти вот эту как раз мёртвую линию. Итак, нужно ли всё-таки делать вот этот вот самый дедлайн при выполнении тех или иных задач? Я считаю, что да, действительно нужно, если вам срочно нужно выполнить ту или иную задачу, вам точно нужно выполнить или достичь ту или иную цель, но вы не можете сконцентрироваться, поэтому послушайте меня до конца, и вы узнаете как минимум три причины, почему вам нужно ставить дедлайн. В первую очередь, когда мы ограничиваем себя во времени, то мы тем самым просто-напросто уже не оставляем себе возможности искать отговорки, придумывать причины, на самом деле человек, он, ну, простите меня, он ленивое существо, и когда ему нужно выполнить ту или иную задачу, когда ему достигнет нужна ту или иную цель, он массу придумывает себе отговорки. А когда у него стоит ограничение во времени, у него просто нету шансов, абсолютно нету шансов выполнить, не выполнить эту задачу, он обязательно выполнит, потому что он знает, что он ограничен, и он эту задачу обязательно выполнит. Вторая причина, ну, так считается, когда мы ограничиваем себя во времени, то мы максимально сконцентрированы на выполнении той или иной задачи, и мы по максимуму стараемся делать как можно меньше ошибок, потому что у нас нет времени. Но практика моя показывает, так как я работаю, наверное, каждый уже знает, но если не знает, я скажу, я работаю дизайнером мебели, и мне очень часто приходится общаться с офицерами, с нашими русскими простыми офицерами, у которых каждый день стоит от вышестоящих лиц те самые дедлайнеры. И они по максимуму знают, что такое ограниченное время, и они точно знают, каким образом это нужно выполнить в срок, причем в срок очень минимальный. И когда вышестоящие лица от них чего-то требуют, они не понимают, что когда они очень сильно их прям ограничивают, то от качества, качества от них не жди. Очень часто я встречаю этих офицеров после того, как они прошли те или иные дедлайны, и вот выплескивая свои эмоции, выплескивая свои вот эти вот истории всякие разные, я понимаю, что когда мы ограничены, мы должны при очень понимать, что вот, например, эту задачу можно сделать за час качественно. Но если у тебя время всего 20 минут, то качество, извините, ваше пострадает. Итак, есть еще третья причина. Когда мы ограничены во времени, то мы просто-напросто освобождаем время для всего остального. Например, я поставила этот дедлайн. Записать данный видеоролик с одного кадра. Я не знаю, насколько у меня качественно это получилось, я посмотрю после. Но хочу сказать, что записав, затратив на этот видеоролик буквально каких-то несколько минут, я освободила для себя массу времени, которое позволит мне записать для вас еще как минимум три видеоролика. Поэтому я считаю, что обязательно нужно ставить дедлайны для того, чтобы вы максимально больше выполняли своих задач, максимально качественно выполняли задач и максимально освобождали свое собственное время. А с вами была Оксана Костина. Увидимся в следующем ролике.